Вчера у нас была возможность слушать учеников Шилы Нарайна Гасаима Бараджа, которые пытались таким образом послужить своему духовному учителю, проявляя глубокие знания ситханты. И они говорили, что является основой ситханты. Для того, чтобы на этой платформе построить дворец Бахти, нужно необходимо изучать священные писания по руководствам Шри Гуру и Вайшнала. Помятуя о Харикатке Шилы Гуру Дэва, посвященной Шируфе Гасаиме, Однажды кто-то из Гасаиме пришел к Шируфе Гасаиме. И этот бандит, который пришел во Вриндаван, он хотел завоевать, победить бандитов Вриндавана в поединке, в диспуте. Он пришел к Шируфе Гасаиме и сказал, ты будешь со мной спорить, дискуссировать. И вызвал его. Но Шируфе Гасаиме и Шируфе Гасаиме тоже подписали какую-то бумагу, в которой они своей подписью подтверждали, что они, побежденные этим бандитам, ничего не имеют против для того, чтобы с ним спорить. Практикуя на уровне матерных чувств Духовное Писание, это непросто. Можно практиковать, чтобы затем реализовать Духовное Писание, которое дало нам Группа Рампора. Мы приходим в Гаодиа Матта и учимся на примере других. И понимаем, что мы не являемся такими высочайшими личностями, очень квалифицированными. То есть, так же, как Шируфа и Санатана Гасаиме отказались участвовать в диспуте с этим бандитом, желанием которого было показать свое превосходство, они совершенно смиренно согласились с его доводами, чтобы истратить время на эти бесполезные споры, диспуты. А вы знаете, это место Видянамгар, которое находится, там же тоже это место, которое являлось центром образования. Те самые далекие времена, когда Шинимай пандит и его вечные спутники проявляли свои лилы в Новодвипе. Здесь, так же, на берегу Емуны... и он был так счастлив, то, что он прервался. Я слышал, что я завоевал весь мир. Я слышал о Шируфе с Санатаной Гасаиме, что они являются расикоочариями, высочайшими бандитами. Но они очень легко дали мне бумагу, подтверждая мое превосходство, что они не в состоянии со мной сражаться в Слависном по ей, чем керам. а то и 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 Все стараются найти уединенное местечко, небольшая пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Он спросил, что случилось И Шиджа Гасвами рассказал, что произошло И тогда Шиджа Анатанога Сам Овязал его И привел обратно И спросил, что Руга Какова обязанность твоя по отношению К живам этого мира К жива дуя И поэтому обязанность в саду быть милостивым к дживам. Но почему же ты не милостивым к этой дживе, имея ввиду джива Госвами? И Широпа Госвами в настроении любовной привязанности обнял шли дживу Госвами. В чем была вина шли джива Госвами? На самом деле не было никакой вины. Если обязанность ученика является защитить своего духовного учителя, даже если это очень трудно достижимо. Но в чем же недостаток Рупа Госвами? Он является исключительным духовным бандитом в шахтрах. Но их действия, действия истинного ученика, это обязанности по отношению к духовному учителю. А духовный учитель также имеет обязанности по отношению к своему ученику. И он поправляет иногда, видя… И почему Широпа Госвами так поступил? Он просто хотел показать нам пример того, как мы должны относиться к старшим войжналам, как мы должны с уважением, как мы должны с уважением, как мы должны с уважением. Вы знаете историю, связанную с историей Ширамачандра, когда Ширамачандра пришел, увидел, что люди очень разгневаны. Почему? Потому что он просил прощения Ширамачандра. Он является моим учеником, моим преданным, и поэтому он имеет определенные обязанности. Я также прошу прощения у Викушина, потому что там произошла какая-то история, связанная. Поэтому вы должны всегда следовать примеру Шириджива Госвами в настроении, который находился в положении истинного ученика. Вы всегда стараться думать о том, как Шириджива Госвами, он не спорил со своим духовным учителем, хотя не было никакой вины в том, что он защитил права и честь своего духовного учителя. Но как он смиренно отнесся к словам и наказанию Широпа Госвами. Но, к сожалению, на нашем положении иногда мы считаем, что что происходит с нами совершенно незаслуженно и безнаказанно, и являясь совершенно неквалифицированным естественностью понять настроение сердца духовного учителя и следовать его наставлениям, подобно как Шириджива Госвами, который является для нас примером. И поэтому, слушая эти удивительные лилы, которые являются большим благом для нас, чтобы мы могли прогрессировать в духовной жизни. Имеется два события. Однажды, когда Широпа Госвами пришел в один мандир, и он писал там об актеросамритосинху, и он достиг описания Мангулача раны, там есть одно шлока. Он сейчас ее цитирует, что в то самое время, пока в ваше сердце имеется желание освобождения, до тех самых пор вы не в состоянии достичь Бабхи в своем сердце. Потому что Букти, Мукти, Мукти так же, он так ее назвал Вишачи, что это является ведьмой. На самом деле, очень труднодостижимая Мукша. Это очень трудная садана, бьяна, которые пытаются достичь Мукшу, совершают такие аскезы. Этот очень труднодостижимый. Как же возможно сравнить это с чем-то другим Мукшу Балаба Ачария. И он сделал замечание Широпа Гаслами в этой шлоке. И он хотел поправить эту ошибку, которую допустил Широпа Гаслами, назвав Мукшу подобной ведьме. Пока она будет жить сердце, то нет никакой возможности достичь Бабхи. Но если что-то происходит не так, как ученик, духовный ученик, учитель, а как он должен поступить, если он видит какую-то несправедливость по отношению к духовному учителю, как мы можем видеть духовное описание, которое написало Широпа Гаслами, сравнивая Мукшу с ведьмой. Почему? Потому что на самом деле желание Мукти является таким привидением страшным. Но не сама Мукша, как, например, Брама-Ваде, они желают достичь Брама-Союза и слиться с безличным сиянием Брама. Также, совершая Хиртан Харинам, предложая Богу, Божеством, мы также следуем на 9 составляющих вакте. Но вот эти Маеваде, они даже больше совершают практики, и этот процесс очень трудостержимый. Например, тот, который одержим привидением, даже он употребит очень много пищи, он будет очень худой. Я однажды видел в одной деревне, где я жил, одна женщина была одержима привидением. Она принимала очень много, большими порциями, она много пила. И чем больше она питалась, ее тело, она становилась все худее и худее, слабее и слабее. Почему? Потому что на самом деле употребляет эту пищу, это привидение, которое питается. Но внешне кажется, что тот, кто употребляет пищу, он это делает. Поэтому тот, кто имеет желание освобождения Мухти, он имеет чувство слияния с Брамаджоти. Это подобно привидению, которое находится внутри, и он желает вот этого блага. Это материальное желание. Поэтому это структуративное учение, оно очень опровергается Священными Писаниями. В Шима-Бхагаватам также упоминается о Мухте. Она называется ее... После совершения очень большой садданы, гьяны достигают очень возвышенного уровня Мухти. И таким образом оскорбляют областные стопы Господа. Таким образом они падают. И даже вот эти гьяны в Брамоваде, они совершают большие аскезы. Они падают. Почему? Потому что они совершают оскорбления. Также в Кришна-Доскорежка с вами читали Чиритамрити, объясняют, что Мухти можно сравнить с двуличием и лицемерием, которое живет в сердце. Это нектар, который находится в Кришна-Премии. Даже за миллионы и миллионы этих сук, которые испытывают в этом слиянии, не сравнится с нектаром Бхакти-сук, блаженством служения Господу. И поэтому Чиритамрити говорит, что даже если я дарую Мухти своим преданным, они не примут его. Преданные не желают ничего, кроме Бхакти. И все, Джива Госвами, он употребил все эти шлоки. В Алабачаре я был удивлен, слушая, что это 14-летний, 15-летний юноша. Он обладает такими обширными знаниями в священном Писании. И когда он вернулся после разговора с Валабачаре, они вернулись. С Валабачаре вернулся и попросил прощения, очень рупого с вами. Существует учение. Если возвышенный ващна, вы никогда не должны спорить с ним, вы должны с уважением относиться к нему. Не оскорбительно вести по отношению к нему. Это со стороны учителя учение. А со стороны ученика, если вы способны с помощью своего языка, слов, если кто-то противостоит гуру и считает, что он поступает неправильно, искажает философию того, что является истиной, то ученик должен защитить своего духовного учителя. Все это вот декорейшн, это все вот, что мы видим, все это сделал наш дорогой Мурари Прабу. Все то, что вот мы видим вокруг, украшения. Я хотела бы, чтобы он сейчас продолжил. Если я куда-то уезжаю, я всегда вспоминаю о Мурари Прабу и знаю о том, что если Мурари Прабу в храме, то никогда никаких проблем не будет. Прабу же сделал все это с большой любовью, то, что мы видим вокруг. Он все сделал своими руками, эти фены, которые работают, и всем прохладно, все эти украшения, все заранее подготовлено. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хрусопом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok CubeSque Субтитры создавал DimaTorzok виды бхакти, о чем поведал Ширупа Гасвами. Бхакти, который существует в Раджи, называется рогатмик бхакти. Имеется пять рас главных, но три из них самые важные. Это Сакха, Вацалия и Мадурияраса. Друзья кришны, они являются рогатмик Джана в Сакхе-расы. А родители, они являются рогатмик Джана в Сакхе-расы. А в Раджи-гопи, они иматурарас рогатмик Джан. В этой же луке объясняют. Тот, кто с самого детства, с рождения, имеет изначальную любовь Раде в своем сердце, Который совершенно спантана, и тот, кто имеет. Тот, кто в миллионы и миллионы раз больше, чем мы можем реализовать Раде любовь к Кришне, И его можно назвать рогатмик. И поэтому нитя Чиркопарикары, они сравниваются по своим качествам с Виша и Татвой, с самим Шипбагаваном. И тот, кто следует Бхакти, называют Рагануга. Рогатмик Бхакти делится на две части. Рогатмик Бхакти на самбанда и Камануга. Самбанда и Камануга. Самбанда, вот так, относятся к друзья Кришне и так далее, А Камануги относятся к Раджи-гопи. Бхакти на самбанда и Камануга подчеркивают особое положение Камануги. Камануги, они также делятся на две категории. Сабок и Чхамани, и Татхава и Чхамани. Самбога и Чхамани, это те найки, героини, которые встречаются с Кришной напрямую для наслаждения Кришны. Они встречаются с Ним. Их называют самбога и Чхамани, а Татхава и Чхамани. Это те манджари, которые желают единственного, чтобы Радхи и Кришна встретились. А у них нет никакого желания встретиться с Кришной напрямую. Это называется манджари Абхава. И манджари Абхава также называется Уласа Бхава. И это все как бы назвать одной и той же манджари Абхава. Манджари Абхава. Она находится по естественным образом. Она пребывает в сердцах манджари. И как манджари они хитроумным образом, прикладывая большие усилия, делают невозможным, чтобы Радхи и Кришна встретились, что является целью их служения. Радхи Кришна, она также не имеет никакой корости, никаких желаний для себя в служении Кришне. И точно так же, как в манджари. Мы уже слышали Адмарами и Абхава. Там это качество Радхи Кришне, которое является совершенно заключенным в селе, и у него все желания исполнены. Манджари Абхава тоже относится к этой категории. Но несмотря на это, обладая верховной потенцией служения, она распространяет это желание служения. И дарует его своим полиадосиям, полиадосиям. Из них Лолита Рупа и Радхи Манджари являются самыми выдающимися Манджари. И почему? Потому что... А, то есть, я извиняюсь, Рупа и Ананга Манджари. Ананга Манджари, которая является младшей сестройщей Матери Адхарани, она отдает предпочтение, что Рупа Манджари, Рупа Манджари, в свою очередь, дает предпочтение Ананга Манджари. Ананга Манджари. Она является младшей сестройщей Матери Адхарани, Ишила Бхактина Талкора, у его учитель Випена Бихари. Женово такое является проявлением Ананга Манжария. В Гуане, группы Манжария, группе. Происходит служение, целью которого предназначена единственная желание служить Радхе. Они не желают встречаться с Кришной независимым образом. Они всегда удалитворены тем, что когда Радхе с Кришной встречаются, они тысячу раз счастливее. Как в Галикавале объясняется, однажды, когда Радхе Кришна сидит, Кришна спрашивает, почему ты обретаешь это салки, ревнивое настроение? Как это происходит? Каким образом Радхе Кришна начал его учить и Кришна начал так же поступать? Кришна отвернулся от Шимати Радхарани, свое лицо, а Шимати Радхарани так же от него отвернулась. И они вот так сидели. Смотря друг на друга, Кришна подумал, когда же Шимати Радхарани прорвет свое настроение ревнивого гнева. А Шимати Радхарани, она думала, когда же Кришна наконец-то успокоится. И в этот момент Рупа Мачария пришла, увидев, как они сидят, отвернувшись друг от друга. Рупа Мачария сказала. Почему ты не смотришь на Шимати Радхарани? В этот момент, когда Шимати Радхарани услышала слова Рупы Мачария, она тут же повернулась посмотреть, что же там происходит. И она повернулась к Кришне. В этот момент их два встретились, и они уже не могли больше расстаться. Однажды Радхарани находились больше, Радхарани положила свою голову на колени Кришны. И Рупа Мачария в этот момент массажировала ее лотосные стопы, потому что Шимати Радхарани чувствовала себя уставшей. Радхарани, она находилась недалеко, и смотря на это служение Рупы Мачария, она подумала. Когда же я была настолько удачлива, что я была таким же образом служить Шимати Радхарани, массажируя ее лотосные стопы. Рупа Мачария увидела взгляд Радхарани, и она поняла настроение ее сердца, и она тоже позвала ее. И она сказала, у меня другое служение, а ты можешь взять мое служение. И Радхарани начала массажировать лотосные стопы Шимати Радхарани. Таким образом ее сопровение желания сердца было удовлетворено. Рупа Госвами, Божиоланья Ламанья, и также Бабдир Самаритасинки, очень непрекрасным образом объясняет различные означающие лилые раки и грешны. И также написывает настроение разлуки Шимати Радхарани. Он объясняет, когда Шимати Радхарани находится в настроении невыносимой разлуки, грешны, она обращается у Лишака. И она, находясь в таком настроении невыносимой разлуки, она чувствовала, что она находится на краю гибели, она обратилась в трех шаг. Если я покину тело, то сейчас же, пожалуйста, привяжи мое тело к тамаловому дереву. Сделай так, чтобы мои руки обняли в этот момент тамаловое дерево, потому что тамал темного цвета. напоминает Шимати Радхарани, она обращается, что в этот момент, что тамаловое дерево для нее, это сам Кришна, которого она обнимает в последнее мгновение своей жизни. Таким образом, если, например, происходит какое-то недоразумение, и, как бы, тут, кто, как бы, нужно простить, но из-за того, что у нас столько осложнений в сердце, что не дает нам возможности простить. Простите, но здесь, в этом случае, что тот, кто обладает самыми прекрасными качествами, очень легко простит каждого. И вот в этой лилии, в Вишне Мать Радхарани, она плачет в разлуке о Кришне, потому что Кришна что-то сделал не так, но она в этот момент также готова отдать жизнь, и даже после жизни находиться рядом с Кришной. Субтитры создавал DimaTorzok Передrians Стардо Рудеф дал мне наставление, приказал, чтобы я сказал несколько слов о Щеропе, Господи, но, к сожалению, я не так много знаю. Но то, что я слышала от Вайшнаба, что наши Госвами, которые даровали нам очень много учения, мы также слышали о том, что когда Вайшнаба приходит в этот материальный мир, но когда Он уходит, Своим Божественным уходом Он дает нам даже больше учений, чем когда Он присутствует в этом мире. Наш Европа Госвами поддаровал нам величайшие писания, такие как Упадыш Амрита, Бактерис Амрита, Синха и другие. Упадыш Амрита в первом стихе объясняется. В первой штоке Упадыш Амриты имеются шесть побуждений, тело, ума и речи, и поэтому тот, кто под контролем содержит все эти побуждения, тот может проповедовать о всем мире и стать учителем. На первом примере Дропаде Дурьодана и Душасана, они пришли в одно место, где находилась Дропаде, и там место, там совершенно, как было все, как при такой иллюзии, что там, где вода оказалась, что там ничего нет, но там, где было совершенное место без всякой воды, казалось, что она там присутствует. И Дропаде, она обратилась, увидев, как Дурьодана, думая, что это вода, он начал высоко поднимать ноги, чтобы перебраться через эту воду, она сказала, он такой же слепой, как его отец. Затем второе, Аджамил, когда увидел эту женщину легкого поведения, являясь браманом, семьянином, он все оставил из-за того, что он просто увидел эту неприглядную картину, и у него кама, вожделение пришло в сердце. И третий пример, связанный, я пропустила, здесь показывается о том, когда без контроля наши побуждения с помощью глаз, ушей и так далее, мы видим, слышим, таким образом, не контролируя побуждение, мы можем отклониться от духовной практики. И также во второй шлоке, во второй шлоке, также, Ширу Богославами объясняет, то, что является неблагоприятным для развития бахти. И в третьей шлоке, то, что благоприятно, от саха, быть энтузистичным, не счет, хорья, то есть нужно быть очень настойчивым и терпеливым. И как Ширу Богославами дает нам путь, с помощью которого мы можем обрести все благоприятное, и наше бахти будет увеличиваться. Также Промешет Прабу нам очень детально всегда рассказывает о пути сада на бахти. Как, например, для того, чтобы пересечь реку, нужно использовать лодку. Но если вы окажетесь без лодки, вы не сможете ее пересечь. Точно так же и в духовной жизни. Без милости духовного учителя ваишнавов мы не можем подвинуться ни на один миллиметр. Я также слышала от ваишнавов, что мой парам грудев, шланарай на Госпая Махарайш, он всегда объяснял, объяснял, что такое, то есть помогало понять, реализовывать, что такое самбанда, апхидея и проюжина, все эти татвы. И также через вот эти программы, которые происходят, мы имеем общение с ваишнавами. И поэтому это очень важно для сада, который практикует. И я очень благодарен за все эти фестивали, которые дают большое духовное благо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 То есть очень много различных катха, которые дают в обрендовании. Почему? Лишь только из-за того, что наш Парам Кудэм Шанарай Нагаслами, который является Рупа Нога Бактой, который также даровал это особое настроение в Шарупе Нагаслами, которое он принес от этого мира, настроение Манжари и Паве. И даже достигая, когда на уровне еще Саддана, Шарупа Нагаслами объясняет, что является истинной Садданой Бактой. Почему? Потому что если целью совершения Садданой Бактой достичь Бава Бактой, тогда это является истинной Садданой Бактой. А тот, кто находится на уровне Бава Бактой, его желанием, конечной цели достичь према Бактой, тогда он считается Саддаком Бава Бактой. То есть вот эти все определения, которые был Шарупа Нагаслами, Кришна, являющий Яма Сундаром, кто-то говорит Парама Татва, Бхагава Татва. Он относится к этим Татвам, своим верховным положением, как Ши Бхагаван. Но Вашнавы говорят нам о том, что веды Ишила Бхагавана Таткур также подчеркивает, что сам Кришна, который является верховной личностью Бога, и Он творит и разрушает эту вселенную, и снова созидает. Но тот самый Кришна, Ши Масудар Кришна, который молится лотосным стопам Манжари, Рати Манжари Рупы, чтобы они пустили его в Кунжу, чтобы с этим защимать Радхарани. Да, мы изучая веды, понимаем Айшварию Кришны, которые являются основой, платформой наш Радхи, трансцендентной веры. Но это на уровне Ваидия Бхакти. А что является Раганугой Бхакти? Вот описание Вилапу Кусоманжали, Ши Раганугадхадас Гасваны объясняет, что Кришна находится в большой тревоге, и Он стремится, ищет... Ши Мати Радхарани, и для того, чтобы встретиться с ней и почувствовать настроение в сердце, иногда Он переодевается и становится Ши Масакхи, или же по другими предлогами Он пытается встретиться с Ши Мати Радхарани и испытать настроение Ее любви в разлуке, когда Она может поведать все, что находится в Ее сердце. И Он желает это слушать. Вы знаете во Вриндаване, что такое Раса Упасана? Это относится к Рагануге. Упасана Рагануге Бхакти. В чем заключается именно особенность Рагануге? Рагануге может быть любой, кто следует Раге, настроению, Рагат Мегд Бхакта, Галуки Вриндавана, но не каждый из них может быть Рупанугой. Но Рупануге, тот, кто является Рупанугой, они все являются Раганугой, но еще более того, они являются Рупанугами, они последователи еще Рупагасвами. Сейчас Он перечисляет эту Каманугу и Санбокич Камани, и Камануги, которые делятся на два принципа аспекта. Это Санбокич Камани и Татапава Чамани. Санбокич Камани – это независимые наики, которые встречаются с Кришной, имеют прямое отношение с Ним лично для Его счастья. А Манжари, они ничего не желают для себя. Татапава Чамани и Типа Леодаси и Шимати Адхарани, которые, они настолько находятся в доверии Шимати Адхарани, что туда, куда не могут прийти саги, любыми подругами Шимати Адхарани, для них открыт вход. Там, в той кунжи, где происходит сокровенность Радхи и Кришны, Манжари, такие как Рупа и Рати Манжари, они совершают сокровенное служение, что недоступно для подруг Шимати Адхарани, таких как Валита и Виша. Далее, Вилап Кусамаджири Арбунадхадаска, с вами, в настроении Рати Манжари, обращаются к Рупе Манжари. Рупа, посмотри, что это у тебя отметина на губах? Это говорит о том, что какой-то попугай клюнул твои губы и оставил свою отметину. Ты являешься целомудренной девушкой в Радже, и твой муж уехал на некоторое время, и у тебя такие симптомы на твоих губах. И Рати, она полушедливо обращается к Рупе Манжари. Что это означает? Что Манжари, они так же счастливы в служении Шимати Адхарани, и испытывают блаженство любви Шимати Адхарани, являясь йотадатмиками, одним сердцем. Что Шимати Адхарани испытывают? Они так же чувствуют. И поэтому, что в чем особенно превосходствуют те, кто находится под руководством Ши Рупы Манжари? Ши Рагунадхадас Госвами далее продолжает. Что Рупа Госвами является Рупом Манжари, из-за... Она получает блаженство любовного служения даже более чем подруги Ши Матери Адхарани, и даже Самаши Матери Адхарани. Это особая бхава Манжари, бхава, которая является сокровищем. И самое большое богатство, то, что мы находимся под руководством, под руководством являясь Рупанугами, последователями Ши Рупы Госвами. И поэтому для садок это очень важно. Находясь в обществе Рупанугова, мы слушаем эти возвышенные темы. Если бы мы не можем постоянно думать об этом, слышать об этом, то какой смысл находиться во врендовании? Другие сампродаи, они следуют определенной практике поклонения Господу. Но Рагануга Бхакти имеет... Если она отвергается, то какой смысл заниматься духовной практикой, если невозможно достичь Кришна напрямую на уровне Рагануга Бхакти. И поэтому эта последовательность, находясь во врадже, памятуя Кришне и его вечных спутников, и все эти правы, которые Ши Рупа Госвами объясняют свои гранты, Ашила Городев, Он распространил, являясь Ши Рупа Госвами, Он распространил этот нектар удивительных рас, враджа рас во всем мире. Поэтому я еще хотела бы снова и снова предложить Гандават Пранам Ши Рупа Госвами и молю его обеспеченной милости. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем слушать прославление Ши Рупа Госвами несколько дней. И также слава Духовного Учителя, который распространил славу Ши Рупа Госвами, она безгранична. Это не просто знание нашей жизни, это мы должны думать о том, что это является нашей целью, нашей жизни. Ши Рупа Госвами. Пришел то, что он даровал. Анарпита, Чарим, Чарат, Каранойя, Аватир на Кало. Он отлуживал расу. Ашила Городев, он хотел даровать эту манджарью, то, что принес Ши Рупа Госвами в этот мир. И он распространил его через тесто Ши Рупа Госвами. Он распространил по нашему Гору Парампуру в сердце моего Духовного Учителя. Когда мы в Матхе принимаем Прасад, очень много всяких ингредиентов. И многие люди приходят, принимают Прасад. И некоторые приходят, он распространяет этот Прасад для всех. Точно так же Читане Махапрапуру, который является объектом поклонения, он принес Глоке Вриндавана через сердце Ши Рупа Госвами сокровища Бхактирасы. И также наша Гору Парампура, мой Городев, также распространил эти сокровенные знания для нас. И под руководством Шилы Городева, я знаю, что Шилы Городева, он распространил это во всем мире, совершая миссию Читания Махапрапу. В Упадеша Амрите, в первом разделе, наверное, в Упадеша Амрите, что является Духовным Писанием Ши Рупа Госвами, то, что я слышал о Упадеша Амрите. Упадеша Амрита означает это наставление Ши Читания Махапрапу. Наставление Упадеша, это наставление Амрита, это нектар наставление Ши Читания Махапрапапу. Когда Ши Читание Махапрапапа находился в пуре в виде океана, он и принимал его за Емуну. А Читак Парват он принимал за Гирирашков, и иногда он падал, падал и в океан, принимая его за Емуну, и иногда его вылавливал рыбак в своей сети, и спутники его приходили, совершали парикрамм, воспевали святые имена. И читание Мухарху постепенно приходило во внешнее сознание. Однажды, когда он пришел в сознание, он сказал наставление. А Широпа Госвами, он записал эти наставления в форме 11 шлок. И эти 11 шлок у падыша Мриты, это является непосредственным учением, Широпа Госвами, он их просто составил в качестве шлока. И тот, кто читает у падыша Мриты, и тот, кто изучает, какова обязанность. Есть одна шлока, которая объясняет первую стадию. Это любовные взаимоотношения, которые должны существовать с ващновами. Шести образом можно проявлять любовные отношения, для того, чтобы увеличить эти привязанности к ващнавам. Вы должны что-то предложить ващнаву. И также получить с большой любовью то, что предложит ващнава. Вы также говорите то, что у вас на вашем сердце. Это те учения, которые дают нам ващнавы. Мы должны также слышать большой любовью и практиковать в нашей жизни. И далее мы должны предлагать просадам, делиться просадам и принимать просад от ващнавы. В особенности Григо-Сашрам, они должны приглашать ващнава в свои дома и предлагать просады им. Это является истинным общением, как в материальном мире. Точно так же люди, когда они так же шести путями, они увеличивают любую привязанность друг к другу. Точно так же в нашей большой духовной семье шесть любовных взаимоотношений, которые укрепляют наши отношения между нами и ващнавами. Мы, когда слушаем Кришна Катху от ващнавов, Ширупа Гаслами, объясняет в первой шлоке о препятствиях, которые нужно устранить, эти побуждения. Так же во второй шлоке о том, что является неблагоприятным. Мы должны это решительно отвергнуть, чтобы развить бхакти. Мы должны это все разрушить. И тогда шесть качеств, которые объясняются в третьей шлоке, мы должны сосредоточиться на них. Эти шесть качества, они приходят в общение с садом, то есть это энтузиазм, большие настойчивые желания, терпение, следование, следование правилам предписаниям и так далее. И поэтому Ширупа Гаслами предупреждает нас, будьте осторожны насчет аппаратов, оскорблений ващнавов. Кто ващнавы совершает бхаджин, это очень редко в этом мире. Кто совершает аккантий к бхакти, это очень редко. Вы не должны искать недостатка ващнавы. Вы должны обращать внимание на качества, хорошее качество, духовные качества ващнавы. И так же восьмой шлоке у падающей Амриды, который является сутью наставления Рупы Гаслами, Танама Рупа Чаритаде Сухи Танама, он повторяет ее, что сутью наставления Рупы Гаслами является. Это самая важная шлока, под руководством ващнавы. Вы должны находиться в святом месте. Матхура вас означает любое святое место, Вриндаван и так далее. И из устрасти Калачнава вы должны слушать Бхагава, воспевая святое имя, в таком настроении, находясь во Вриндаване, с большой любовью поклоняться Иштадеву сердце. Это является сутью наставления Рупы Гаслами. Кришна, Кришна, Хри, 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 Рупы Гаслами, Дэн это всегда будет делать. Да, да, да. Очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А Кришна? ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Из-за того, что он ничего не мог принимать, он худел, очень ослаб, и то, что делали, ничего не помогало. К каким докторам они обращались, никто не мог помочь. И, наконец-то, этого преданного повезли в одно место к очень известному доктору. Доктор осмотрел его и сказал, что вы должны дать ему ГИ. И тогда ему сказали, как же так, если он не может даже воду переварить. Он сказал, ничего страшного, продолжайте давать ему ГИ, потому что, если все как бы выйдет, ну что-то останется от этого ГИ в желудке. И этого будет достаточно. Постепенно, постепенно, то, что будет оставаться в желудке, это ГИ, оно поможет излечить эту болезнь. Точно так же Шилагрудеф, он считал, что да, мы не можем, мы не квалифицированы слушать эти возвышенные темы. Но если их не проповедовать в этом мире, они исчезнут. И поэтому постепенно, постепенно, да, наше сердце грязное, оно не может удержать. Но постепенно, постепенно, очищая свое сердце от болезней и так далее, постепенно, постепенно придет выздоровление. И с этим придут также реализованные знания, которые Шилагрудеф проповедовал в своей нектарной харикатке. Поэтому мы должны постоянно, постоянно взывать в настроение скорби, когда же этот день придет, когда же я обрету настроение служения Радхи и Кришне, когда же Гурудеф будет милостив ко мне, когда же Он позволит мне прикоснуться к этим трансцендентному служению. Мое сердце, оно подобно камню, оно совершенно грязное, я совершенно безнадежен. Ширупа Госвами, он объясняет с помощью этих молитв, которые расплавляют сердце. Когда мы молимся и понимаем, что мы совершенно беспомощны, безнадежны, только Гурудеф может помочь, и Ваишнавы, то тогда сердце начинает соплавиться. И если я, например, Кашинаротанда Сакур, он выражает свое настроение служения в этом баджане. Кашинаротанда Сакур также провел это особое настроение, что достичь лотосных стоп, Ширупа Госвами. Я молюсь в настроении совершенной беспомощности. Мое сердце камень. И поэтому, о Ширупа Госвами, пожалуйста, даруй нам служение, чтобы мое сердце расплавилось и наконец-то достиг совершенства жизни. Вы уже слышали от разнообразных преданных о славе Ширупа Госвами. А в особенности учения Ширупа Госвами Ширупа Госвами, он часто-часто повторял и повторял. Точно так же, Шируп Рудеев, он очень детально объяснял одну шлоку. И в нескольких слов, которые Шируп Рудеев говорил, то вся Сиддханта была включена. Вся раса Таттва, вся Сиддханта, вот в этой самой шлоке «Танал Марупа Чаритадису Киртанона, Смритёк Раймена Расан Манасини Йоджа». Вот в этом стихе, который является сутью наставления Ширупа Госвами. Все включено в эту единственную шлоку. Сейчас я хотела предложить Рамачаре, чтобы он продолжил прославление Ширупа Госвами. Сиддханта, я хочу сказать, что Шируп Рудеев, он очень детально объяснял. Сиддханта, я хочу сказать, что Шируп Рудеев, он очень детально объяснял. Сиддханта, я хочу сказать, что Шируп Рудеев, он очень детально объяснял. Сиддханта, я хочу сказать, что Шируп Рудеев, он очень детально объяснял. Дальше, если честно, то есть стихи Шируп Рудейев, он очень детально объяснял. И я хочу сказать, что Шируп Рудеев подinen неч �就 Landry, он очень детально оставлял, чтобы Шируп Рудеев, он очень детально объяснял. бандиты и ващнавы из Гаодия Матха встречались вместе. И чтобы слушать, то Харикатху у нас появилась лобха, жадное стремление слушать и слушать, по милости Шарупа Госвами, прославление чистого ващнава. Шилам Парам Гурудев, он приглашал многих, многих, кто участвовал каждый год в этом удивительном фестивале прославления Шарупа Госвами. И поэтому, слушая Катху от ващнава, вот это слово Манабхишта, которое было сокровенным желанием сердца в Парам Гурудеве Шинарейна Гасвай Махараджа, она осуществляется и продолжается каждый год в эти особые титхи, в фестивале Харикатхи, посвященной Рупе Госвами. Мы слышим о Рупе Нуга, Рага Нуге. Это не все определения. Кришна, Он обращается, Ахмаджария говорит, Вы находитесь в служении Матери Адхаране, на ее стороне. И в этой шлоке объясняется, что сам Шарупа Госвами Патт, что сам Шарупа Госвами Патт, когда Шар Матери Адхаране входит в Кунжу, но настроение ревнивого, гневого салки, а эта Кунжа, она красиво украшена необыкновенными цветами. И она просит о Матери Адхаране и говорит, не позволяй никому входить в Кунжу. И поэтому, когда Кришна, наконец-то приходит к этой Кунжи, Он видит Шарупу Матери Адхаране, и Он чувствует себя виноватым, Он преподает Кутосом с той помощи Рупы Матери Адхаране и просит, пожалуйста, пусти меня к Кунжу к Ши Матери Адхаране. И когда Ши Матери Адхаране, слыша голос Кришны, Она выходит из Кунжи, и смотрит на Ши Рупу и бросает на Ее взгляд. И этим взглядом Она дает, и в этот момент через глаза, через глаза Она спрашивает, ты позвала Кришну? А Рупа говорит, нет, Я не звала Кришну, это Читрасаки Его позвала, поэтому Он пришел. Кришна, Он кланится, Лопа с инстопома Ши Рупа Гаслами, чтобы Она даровала Ему возможность встретиться с Ши Матери Адхаране. Ши Рупу Матери Адхаране объясняет. У меня нет никаких отношений к Двараку Кришне, к Дваракадиш Кришне. Даже если Он предстанет передо мной, для меня этого ничего не будет, никакого значения иметь. Но если Ши Матери Адхаране отправиться в Двараку, я вперед еще туда пойду, и все приготовлю для того, чтобы Ши Матери Адхаране и Кришне чувствовали себя счастливыми. Но если там не будет Ши Матери Адхаране, то тогда я ни за что не встречусь с Кришной. Рупа Гаслами Пад являясь Рупа Манджария. Потому что Рупа Гаслами, Он постоянно на уровне сердца служит Ши Матери Адхаране и учит нас Раса Пряма Татве, что это означает служение, что такое Абхава, что такое настроение сердца, с помощью которого можно оказывать любовное служение. И сама эта Рупа Манджария, она приходит в гору Лилу, в образе Ши Рупы Гаслами. Тогда, когда она находится на Кришне, она не может научить нас. Но когда она приходит в образе Ши Рупы Гаслами, у нас появляется возможность услышать, и Он дарует нам учение через Наши Госвами, через Шилабхати Вина Тахура, который написал очень много замечательных киртанов, что такое Манджария Абхава и как служить Манджария Абхаве, Радхи и Кришне, Шилабхати Вина Тахура объясняет. Что такое Наши, что является конечным достижением духовной цели? Еще на районах Гаслами Махараджи, Он пришел также с этой целью, что и Рупа Гаслами. Однажды Он на Западе спросил, что такое Рогануга, кто-то спросил, кто-то спросил, что такое Рогануга, вы постоянно говорите Рогануга, что это означает, что это, еще я буду вам сказал, что никто кроме меня не скажет о такие сокровенные темы и не откроет их глубокое значение. Кто может даровать эти сокровенные знания? Кто, кто является квалифицированным, кто действительно совершает любовное служение в Манжаре и Пхаве, только тот может даровать эти знания этому миру. Что делал Шелна Районах Гаслами Махараджи? Что делал Шелна Районах Гаслами Махараджи? Что делал Шелна Районах Гаслами Махараджи? Он рассказывает о том, когда Шелна Районах Гаслами пришел. Он находился во время Радхаятры. И очень многие, кто находился во время праздника колесниц, и многие преданные делились на группы Кертана. И перед колесницей Шиджаганат Дева танцевали. Тогда не было ни микрофонов, не было таких инструментов, как сейчас. И Швичитане Махабу в этот момент произносил один стих Мирской поэзии. Почему? Когда он находился на среднейшем мачте от Харани, он в этот момент, он не мог быстро говорить, очень медленно и тихо он произносил этот стих. Но Шелна Районах Гаслами, он обратил внимание и сконцентрировал себя, и он услышал, о чем говорит Шьи Читане Махапрабу. Затем Шьи Рупа Гаслами написал другую шлоку. И он выражает настроение Шьи Читане Махапрабу. Вигат Камадове он объясняет, что когда Шьи Матери от Харани, она пришла на Курукшетру вместе со Враджа Гопи, они увидели Кришну во всем великолепии, в Айшваре. И они подумали о том, и позвали Кришну во Вриндаван о том, что Кришна, Ты такой же, но одновременно мы не испытываем такого счастья при встрече. Ты должен отправиться сами во Вриндаван. Это самое настроение, которое выразили в Враджа Гопи на поле Курукшетры, это является сутью праздника колесниц Радхаятры в Пуре. И Шьи Читане Махапрабу на Стоянии Матери от Харани, произнести эту шлоку, он также зовет Кришну, она зовет Кришну во Вриндаван. И наш Парам Грудаев, если бы при помощи нашей Гуру Варги, который в настроении служения, он проповедовал, и все, что он обрел в своем сердце, у него был абхиман, представление, что я являюсь служанкой Шьи Матери от Харани, что мы являемся Рупа-Ноги под руководством Рупы Манжари. И там, где Шьи Рупа Манжари, мы находимся за нею и помогаем, ассистируем ей в ее служении Радхи Кришны. И у нас также возник шанс послужить под руководством Рупы Манжари, послужить Радхи Кришны. Он говорит одному преданному, у которого была дочь Вишака. Вишака спросила, пожалуйста, скажите нам, что такое Рупа-Нога и Рога-Нога, чем они отличаются? Кришна Кеша Прабу ответил. А ты, наверное, являешься той, которая участвовала в то время, когда Шьи Райан Агасаи Махарадж присутствовал в этом мире, и ты участвовала в Киртане и слушала Хари-Катхи? Почему? Потому что по самому вопросу у этой маленькой девочки этот преданный догадался о том, что она слышала Рога-Нога, Рупа-Ноги, что такое Радхи Кришна. Даже маленькие дети, Шилла Грудев, Шопарам Грудев, он даже даровал эту проезженную конечную цель не просто взрослым, даже детям, он говорил, о конечной цели духовной жизни. Поэтому вы, Шилла Грудев говорил, что если вы сможете возродить в своем сердце гордость, что я являюсь Радатасием, что Матерь Татхарани, этого будет достаточно для вас в этой жизни, что Яру-Па-Нога, это самое высочайшее достижение в вашей жизни. Поэтому Ширу-Па-Нога с вами под Шилла Грудев. Пожалуйста, будьте милостливы ко мне в эти особые типки, чтобы я когда-то смог действительно следовать вашим наставлениям. После вы... Это последняя, кто сегодня заканчивает утреннюю секцию, после вы будет прослав, а затем будет продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем слушать. Я хотела бы также продолжить объяснение шлоку, о которой уже говорили. У Падышамрите первый стих начинается с Вача Вега Муна Сокротха Вега. То, что поможет нам достигнуть сути населения Шарупы Госвами до 8 шлоки. У Падышамрите. Хотел бы объяснить эту шлоку, как нам, каково значит прославление имени Кришны. Что Харинам является сутью всех Вет. И все Веты, и все Пураны, и Упанишады, сутью всех является святое имя Харинам. Не только для обусловленных душ, но и для других великих Личностей. Обусловленные души, как я, какова моя ситуация? Как, например, такой, как я, у него нет трансцендентного куска к воспеванию святого имени. Шарупа Госвами объясняет. Итак, человеческий лакача кровати Токур объясняет Мадури Катамбине. Каким образом достигнуть воспевания святого имени Шуданам? Точно, например, как человек, который имеет болезнь, желтуху, он не чувствует сладости. Все, что он принимает, ему все кажется горьким. И точно так же наш язык обложен невежеством. Невежество, а видя, полное забвение. Но точно так же, как для того, чтобы излечиться от желтухи, если лекарство, нужно принимать сладкое. И поэтому, когда сладкое, оно кажется горьким, но постепенно, постепенно понимая сладкий леденец, он постепенно, постепенно, болезнь исчезнет. И тогда вы почувствуете сладкий вкус. То есть, точно так же, святое имя, оно является лекарством. Его нужно принимать каждый день. И постепенно, постепенно, желтуха, которая обложила наш язык, что является невежеством, оно уйдет. И тогда идет трансцендентный вкус, сладость святого имени. Эти два слова, Кришна, если они проявятся на языке, то в этот момент желание иметь не только один язык, а тысячи, тысячи языков я хочу иметь. Почему? Потому что имя Кришна только сладостное. Я хочу вкушать его не одним языком, а тысячи, тысячами языками. И так же я хочу иметь тысячи, тысячи ушей, чтобы этими ушами пить нектар сладчайших господа. Почему в Раджагубе обращаются к Брахма, он такой несостоятельный творец. Почему он не даровал тысячи, тысячи глаз и так далее. Шри Рупа Госвами предупреждает, если вы желаете жить счастливо в материальной жизни, вы не должны отправляться в Кеша Тиртху. Там находится храм Гавинда Дева. Вы не должны выходить в него. И никогда не смотрите в смеющееся, луноподобное лицо Гавинда, который улыбается. В этот момент, когда Кришна, Он играет на плете под ланьяновым деревом, и если тот, кто увидит красоту Гавинда Дева, Он уже не в состоянии будет вернуться в материальный мир. Он будет подобно безумному блуждать по дорогам Вриндавана, совершенно переполненной Кришна Прямой. В этой шлоке далее объясняется, что Кришна, Его венома дурия, когда Кришна играет на плете, даже сам Брамаджи, все начинает дрожать на Брама локе, на Сатья локе. Почему? Насколько эта мелодия могущественна. И эта земля, которая покоится на этом шешнаке, как сказать, она тоже начинает дрожать. Таким образом, Аширопа Госвами Патт объясняет, что находясь во Врадже, под руководством Анораги, постоянно слушать Хари Катху, находясь в святом месте, А если вопрос, если все придут во Врадже, как все места хватит во Врадже? Если тот, кто не может находиться непосредственно во Врадже, он должен находиться там на уровне ума, потому что не все могут присутствовать, приехать во Врадже. Спасибо. Спасибо.